Для обеспечения необходимой иммунной прослойки в 40% от общего числа проживающих на Брещене в октябре-ноябре 2015-го планируется привить более полумиллиона человек. Львиную долю затрат возьмут на себя республиканские и местные бюджеты. Часть населения будет вакцинирована за счет предприятий. Остальные желающие смогут пройти иммунизацию на платной основе. В текущем году для проведения прививочной кампании была закуплена вакцина российского производства Грипол+. Вакцина также высокоэффективна, как и другие вакцины, и тот же флювоксин, который использовался в прошлом году для массовой иммунизации, и другие предлагаемые вакцины. Но кроме частичек вируса, которые вызывают иммунитет у каждого из нас, она содержит еще иммуномодулятор, который еще больше окажет воздействие на профилактику инфекций и осложнений именно острых респираторных инфекций. По словам специалистов, прививка – одна из самых эффективных профилактических мер. В прошлом году уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди привитых жителей области был на 92% ниже, чем среди непривитых. Кроме того, именно среди тех, кто вакцинацию пропустил, чаще регистрировались осложнения в течение заболевания. Грипп – это высококонтагиозное инфекционное заболевание. Вирус гриппа оказывает влияние на иммунную систему человека и подавляя иммунитет, приводит к развитию полиорганной недостаточности, острых пневмоний, тяжелых пневмоний, атитов, полиневритов и других тяжелых болезней. Кроме того, сам вирус оказывает токсическое действие на наш организм, особенно на нервную и сердечно-сосудистую систему. К слову, вакцинация помимо положительного медицинского эффекта имеет очевидные экономические преимущества. К примеру, в прошлом году благодаря прививочной кампании удалось предотвратить около 33 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, что способствовало предотвращению экономического ущерба на сумму около 85 миллиардов белорусских рублей. По данным статистики, на каждый вложенный в дело иммунизации доллар экономическая выгода составляет до 5 условных единиц.